Поставленные задачи, справились полностью, все как по намеченным планам утвердили, так мы все и сделали. Все даты, все события включили, события в колонии были значимы. То есть в первую очередь изучили, какие мероприятия в сентябре у нас проходят? Конечно. Новый формат. Журнал с таким названием выпускают в колонии номер 15. Он выходит раз в месяц и распространяется по отрядам. Доводим до них, показываем, какие мероприятия проходят, доносим изменения в законодательстве, также какие мероприятия будут проходить, то есть как объявление даем в газете, что там, например, проводится конкурс какой-то, обращаться, ну вот, то есть в отдел воспитательной работы для таких-то, таких-то. То есть у нас очень много талантов, как оказывается, сидит. То есть кто-то умеет красиво очень рисовать, кто-то делать фигуры из, ну из чего угодно, даже из хлеба лепят фигуры, то есть раскрашивают их, как живые человечки. В редакции работает четыре человека. В журнале они рассказывают о праздниках в стране, будничной жизни в колонии. А это учеба, работа на мебельном и швейном производстве, спортивные мероприятия. Тот же круг тем освещают и на собственном кабельном телевидении. Здравствуйте, уважаемые друзья. С вами рубрика «Надежда», я ее ведущий Николай Аминенко. Для съемок используют две камеры и фотоаппарат. Оборудования немного, но для работы хватает. Дополнительные инструменты сделали сами в этой же колонии. Нужен штатив, ну как говорится, это язык народ сообразительный. Сделали штатив, вот прям из труб сварили железных. Здесь, чтобы она крутилась, значит, не буду ее снимать, то есть она вот здесь откручивается, это снимается, расслабляется вот здесь. Вот это, ну, не то чтобы по росту она сделана, а просто, ну, по высоте, как бы кадры, то есть, понятное дело, у нас профессиональных нет. Программы кабельного телевидения транслируют в отрядах, столовой зоне и комнатах для свиданий. Родные заключенных так узнают о жизни в колонии и гостях учреждения. Например, на день физкультурника сюда приезжал экс-министр спорта Юрий Серебренников, сам бывший заключенный. На всех этих мероприятиях бывают журналисты колонии, поэтому отбор в редакцию могут пройти не все. Самое главное – это желание. Вот взять, допустим, нашего корреспондента Павла Ахмедшина, прежде чем ему, значит, заступить и начать работу, он, то есть, с ним разговаривают сотрудники воспитательного отдела. Павел у нас, помимо того, что он является у нас корреспондентом, он еще учится у нас в институте заочно. Я вот человек, помимо всего прочего, я человек еще творчества, то есть я работаю помимо телестудии, редактором, я еще работаю в клубе, пою песни, то есть участвую в культурно-массовых мероприятиях, другими словами, массовых затейников. Есть у нас еще здесь Поздеев Артем, он у нас фотограф и цветокорректор данного журнала. То есть он тоже подходил тщательно, скажем так, к отбору, потому что, ну, я еще раз замечу, работа довольно-таки серьезная и ответственная, поэтому как бы не каждый сюда может попасть, к нам в коллектив. В сетке вещания новости, ознакомительные лекции и выступления руководства учреждения. Редакция делает то, что интересно самим и разрешает начальство. Телестудия у нас существует давно, она существует у нас с 15-го года в данном учреждении. Как бы и с каждым днем мы развиваемся, не стоим на месте, что-то новое, что-то пытаемся придумать свое, внести какие-то коррекции, естественно, согласие сотрудников администрации. Основная роль и журнала, и телестудии все же разъяснительно-воспитательная. В местах лишения свободы можно жить, но возвращаться сюда не стоит.